всем привет сегодня очередные бытовые заботы буду чистить фильтр стиральной машины но заодно расскажу о всех возможных проблемах машинка у нас samsung старенькая но надежная работает уже почти 18 лет фильтр находится вот здесь под нижней панели в правом углу у некоторых машинок может быть специальный лючок откидная крышечка для доступа к фильтру на данной модели снимается целиком вся панель держится она на защелках подцепляем нужно подложить под низ какую-нибудь тряпку и откручиваем против часовой стрелки вода польется но воды много не будет тряпка собирает такое количество жидкости достаточно легко на некоторых моделях стиральных машин рядом с фильтром обычно вот в этом месте слева от него находится шланг для аварийного слива воды поэтому если он есть сливайте воду через него уже потом откручивайте фильтр в этом случае не придется собирать воду с пола с крупного мусора только одна монетка оцениваем состояние фильтра видно что фильтр грязный просто промываем его водой из-под крана можно ставить его на место но перед этим обязательно нужно проверить в каком состоянии находится сливной насос чтобы лопасти были не сломаны иногда бывает что одна из лопастей обламывается в этом случае работа насоса естественно затрудняется насос нужно менять можно взять тряпочку и прочистить внутри убрать всю грязь все проверили почистили ставим фильтр на место следим чтобы он стал ровно без перекоса чтобы закручивание шло точно по резьбе иначе будет подтекание воды ну и закручивается он не сильно не нужно закручивать его со всей дури усилием руки вполне достаточно но далее нам нужно поставить стиралку на режим полоскания чтобы она набрала воды и поставить на слив посмотреть будет ли подтекание воды через фильтр если все нормально и вода не подтекает ставим на место панель на этом все иногда бывает так что фильтр просто так рукой открутить не получается и в этом случае приходится применять какие-то дополнительные мероприятия берем фильтр также его держим рукой но перед тем как откручивать со всей силы надавливаем на него вперед то есть в сторону стиральной машины и уже в надавленном состоянии пытаемся его можно также попробовать предварительно постучать по нему чем-нибудь в легкой без фанатизма можно попробовать открутить пассатижами но просто так зажимать я не рекомендую нужно обязательно использовать какие-то проставки например пару вот таких вот брусочков если все эти попытки не венчались успехом наклоняем стиралку немного обратите внимание на то что стиралка должна стоять устойчиво чтобы она не поехала вперед особенно на мокром кафеле и не опустилась вниз в тот момент когда снизу будут ваши руки вот нижнюю панель снял вот у нас сливной насос для того чтобы его снять нужно открутить два винта под фильтром и снимаем фильтр весь в сборе вместе с патрубками скидываем две фишки скидываем хомуты с двух патрубков вот с патрубка вывалилась гнилая зубочистка неудобно одной рукой держать камеру и тут же работать две руки свободные нужны вот смысл такой вот второй патрубок также хомут сжимаем отводим его назад и патрубок скидываем для начала мы можем попробовать вытряхнуть мусор через освободившиеся отверстия ну и теперь когда насос на руках как говорится делать не все что хочешь снять фильтр уже будет намного легче разберу все-таки покажу что там внутри две части будете разбирать даже если в первый раз ничего здесь не поломаете поэтому разбирайте смело всего три винта снимается легко ну и вот вот наш фильтр который нужно снять если вдруг если вдруг вы откручиваете и у вас в руках осталось вот это вот внешняя часть фильтра а внутренняя часть осталась внутри и вам не удалось с этой стороны подцепить ее отверткой то можно вот так вот разобрать и вытолкнуть ее вытолкнуть ее с обратной стороны то есть изнутри наружу ну и перед тем как собирать все обратно проверьте состояние вот этой вот резиночки вот здесь вот у меня просто грязь потому что вода хорошая у многих бывает изисковый такой кальциевый налет жесткий его тоже можно счищать собираем все обратно и ставим насос на место для того чтобы было удобнее сначала накидываются два патрубка далее ставится насос вместе с фильтром на место завинчиваются два винта но и в конце накидываются две фишки так ребята на сегодня все все что хотел сказал надеюсь кому-то помог спасибо за внимание всем пока до новых встреч